Чёрный август. 21 жертва на дорогах. Только в минувшую среду погибли сразу 5 человек. Причём многие аварии происходят на трассах, которые соответствуют всем современным стандартам безопасности. Анализ ситуации заказал даже министр сообщения. Результаты будут готовы уже через месяц. Прозвучавшие ранее предложения по снижению аварийности на дорогах изучил Даниил Смирнов. В 2006 году был сдан в эксплуатацию участок трассы Виабалтика с так называемой широкой обочиной. Он был сделан по шведскому проекту специально для того, чтобы люди могли обгонять медленно идущий транспорт. Но наши водители не сразу поняли, как вести себя на такой дороге. И часто возникали довольно тяжёлые аварии. Самым неправильным образом эту реконструкцию восприняли пешеходы и велосипедисты. Они были уверены, что обочина предназначена для них. Для многих эта уверенность закончилась трагически. Из Виабалтики с её широкой обочиной извлекли урок. И уже следующую трассу, тыну же Кохнице, делали с узкой обочиной. Однако, чуда не произошло. И количество аварий со смертельным исходом на этой дороге по-прежнему очень высоко. В минувшую среду здесь два человека погибли, за жизнь одного борются до сих пор. А чуть позже ещё три жертвы под Гулбаны. В этой связи министр сообщения Анри Матис дал задание предприятию Латвия с Валсцелли и Дирекции безопасности дорожного движения разобраться. В чём же причина? Почему новые и реконструированные по всем стандартам безопасности дороги по-прежнему смертельно опасны? Наш анализ показывает, что наибольшее количество автоаварий на один километр дорожного пути происходит на обеих окружных дорогах рижских. Дальше следует Бауское шоссе и другие шоссе. Дорога Тинужи-Кохнице лишь на седьмом месте по количеству аварий на один километр. Одно из предложений – запретить езду по широкой обочине. Министр Анри Матис уже заявил, что в принципе с ним согласен. Будут специалисты проводить анализ. Возможно, необходимо эти широкие обочины всюду отделить непрерывной линией. Но в таком случае автомашины не смогут их дальше использовать для обгона. Но эту идею жёсткой критике подвергает известный автожурналист Паул Стимротц. Было бы очень жалко, если бы мы потратили сотни километров асфальта, которые теперь помажем краской и запретим ехать. Ещё и краску потратим. Это было бы очень шикарно. Я думаю, даже Швейцария это не может себе позволить. Что же касается проблем на трассе Тинужи-Кокнеса, то, по мнению автоэксперта, истинные причины аварий кроются в другом. Нас не предупреждают о том, что больше, чем 60% аварий на этой Кокнесской шоссе – это когда машина попадает на зверя. И это случается с 11 вечера до час ночи. Нам надо бы в всех газетах писать и всем телевизорам показывать, что надо опасаться больших животных на этой дороге. В целом же ради повышения безопасности на трассах будут и дальше запрещать левые повороты, а также бороться за снижение скорости. Планируется поставить дружелюбные к водителям радары, которые при нормальной скорости будут улыбаться нам с табло, а при её превышении делать скорбную мину. Таких устройств поставят по Латвии 14 штук. Аналитический отчёт министру сообщения ЦСДД и Латвия-Свалсели должны будут представить к 25 сентября. Данил Смирнов, Валтер Зелш, Латвийское телевидение.